Запись я не включил, разговариваю с вами. Теперь поехали, давайте. Что вы сейчас сказали? А, ну сколько раз мы брали здесь саженцы, все деревья растут, ни одно не пропадает. Поэтому стараемся выполнять состояние. Вы меня видите сколько раз? Вас я вижу первый раз. Все. То есть это не специальная съемка, это не завтрашенные казачки? Нет, нет, нет. Перекреститься можете? Ну да, конечно. Я его люблю только. Все, согласен. То есть все по-честному. Нет, все действительно по-честному. А где вы живете? Я в Майне. В Майне. Ну Майна это не самое худшее место для садоводства. А далеко, вверху, по Горной или возле Енисея? Не возле Енисея, а по Срединке, по Калинина. А, ну понятно. Ну у нас проблема скала. Бывает вот как-то скалы. А абрикосы этого не боятся. Вот одно абрикосы осталось, а две яблони пропало. Ну это уже давно. А абрикосы? А яблони, знаете, почему пропали? Почему? У нас полный мор по всей Хакасии Краснодарского края. Миллионы. За несколько лет все уничтожено. К нам завезли. И я это называю бактериальный рак, хотя мало, хотя не уверен, что это правильное название. К нам завезли эти самые, с южными саженцами. Миллионы дерева погибли. А абрикосы были необычные. И что интересно, ну период, у нас есть мелба у нас плодоносит. Вот веточки, но каждый год мы ее даже не срубаем. Ну то есть вот, потому что она все равно нам хоть маленько каждый год даст. Ну уже болеет, да? Ну болеет, обрезаем. Это чудо еще, что живо. Да, вот именно поэтому. Ну главное, это корень целый, она меньше болеет, чем молодые. Ну будем считать, что мелба хоть какой-то иммунитет имеет. Короче говоря, белый налив перепылился с мелбой. Так. Вот такие яблоки. Знаете, когда я это говорю, ученые вот так делают. Вот покажите у виска вот так. Потому что я себя не вижу. А, вот так? А, это вы хотите? Нет, нет, понимаете, это они так говорят, когда я говорю, что существует прямое переопыление. То есть не потомствие, а просто рядом поживут. Да, да. И причем два белых налива у вас брала. И два вот стали... И все приезжают и говорят, какие у тебя вкусные яблоки. Вот. Пытаются прививку сделать. Ни у кого не получается от них привиться. А яблоки, я точно знаю, что это белый был налив. Так у меня самый первый белый налив, приезжают первые гости. Вот я еще начинал тут 30 с лишним лет назад. Вы поверите, приезжают ростовчане, подходят к белому наливу, а он у меня розовый. Розовый? Розовый. Розовый этим. Ага. И они говорят, мы вкуснее в Ростовской области жили всю жизнь. Мы не едали вкуснее. Понимаете? А эти все, нет, да нет, да это железо порит чушь. Это люди со степенями учеными. Ну, у меня тоже немножечко такое образование, имею отношение. Ну, в общем, это, здорово, ваши слова, ой, это. Ну, правда, у меня даже ваш шелкоплят свел, ой, плодоносил. Шелкоплят? Ну, да только назвать ее шелковица, ладно. Шелковица? Ну, шелковица. Здорово. Ну, она один раз, у меня только два раза. Маленькая, сейчас я ее спилила, засохла. Сейчас это, ей тут не место, она, я ее укоренял, а у нее нет нормальных естественных корней, а это укорененные. У них морозостойкость не та. Не та, она вся вымерзает. Вот, поэтому я ее не размножаю, кстати, меня все долбят. У меня-то есть, она жива. Ну, знаете как, один год поплодоносит, второй год ветки полусухие. Ну, короче говоря, дерево огромное, а плодоносит две или три ветки. Ну, вот сколько я, наверное, литра два-три собирала ягод. И это уже подвиг для Сибири. Уже подвиг. Уже подвиг. Да. Так, мне надо посмотреть, что приобрели-то. Унесли туда, на столе. Так, где оно? А, уже унесли? Унесли, да. Ясно. И еще чернослив ваш. Один вы мне выкопали, такой хороший, все. Нет, Сергей. Нет, вы. Так, погодите, вы не первый раз видите. Да прямо уж. А кто сказал первый раз? А, это вы. Первый раз меня видите. Да. А, ну ладно. Ну, я просто не помню. Вот я помню, что я встречала. А мы-то с вами уже долго. У меня уже сад у меня. Нет, я знать знаю, но когда обошел, он будет все. Ну, ясно. Так, продолжаем разговор. Вот. И, знаете, чернослив. И вы мне говорите, одну тебе подарю. Она, наверное, не эта. Ну, ну, ну. Ну, в общем, короче, та, которая хорошая, у меня погибла. А эта плодоносит, ну, уже ей 15 лет. Это который раз случай такой. Который случай. Она вот такая кривая, прикривая была. Все, я тебе говорю. Слушай, Сереж, я тебе только дарить буду. Зато какая, это, слава у нас пойдет. Да, да, да. Если все это передарим. У меня. Вот посмотрите, да. Абрикос. Первый год. Вот он. И вот за второй год показываю не вам, показываю всем. Почти видят. Я все, это я жалуюсь на него. Сережа, поливай, да некогда. Поливай, да некогда. И без полива, представляете? Вот это вот. Лучший садовод Сибири, Урала и Дальнего Востока, и еще Европы. И еще, по-моему, включая Украину, Белоруссию, Казахстан. Я на него пальцем показываю. Смотрите на это умное лицо. Вот, а когда мы к вам приезжали, он еще учился. Да, ну, видите как. Дело в том, что у него талант в руках. У него и 100-100 приживается. А у меня бывало 98-99. Вот, пришлось. Так это не просто, они не просто приживаются. И потом замучиваются выкапывать. О, ну, у вас кто по гороскопу? О, ну, как ни странно, рыба. Рыба? Рыба. У него ни мясо никак не влияет. Не влияет. Ну, так что? Нет, дело в том, что это... Априкос, который не подойдет. Очень жесткое воспитание, как садовода. А, что это? Как садовода, никакой халтуры. Нет, ну, поэтому мы вот и это. Вот, смотрите, показываю вам, ну, как бы, гостям. Вот, представим себе, да? Вот эти саженцы, смотрите, такой толщины никто никогда не выращивал до нас. И именно они, вот эти вот, вот такой толщины, такой вот, этот потоньше, вот такой вот, до сантиметра, да? Потом произошло следующее. Проходит месяц, и, допустим, он вот так вот. Вот так вот он подрос. Еще май. Я говорю, Сережа, продавай. Горские перенесут и за полцены. Продать-то все не можем. Почему не продать, допустим, вот такой вот, который вот так вот, только вот так вырастется, девятру на пятнадцать. А еще май. А еще холодно. А еще можно садить. Нет, я не халтовщик. Вот жалость на него. Я продавал, один раз я продал пятьсот штук. Вернули два. Ну, что-то разращает. Ну, я же говорю, заменю, если что. Риска есть, конечно, но какую черту риску. А еще здесь. Вот я вам рассказываю. Абрикос надо. Абрикос надо. Абрикос. Показал бы им абрикос. Вот я уже сделала. Для майны фаина. Мне не на майна, я садьба. А вам куда? Абрикос. Это усадьба. Возле церкви. Возле церкви? Это той. Ну, так там нормальный климат. Нормально. Так. Ладно, а что я лезу? Не знаю, что продавать. Самое главное, берите не меньше трех. И вам надо аппылять друг друга. Ну, тогда минимум два. Давайте два. Минимум три. Только разные. Понимаете, в чем дело? Вот я говорю, не вам. Это учебный фильм будет. Вот этот аппылитот. Давайте три по цене одного. Давайте один по цене трех. Скидка на небольшие. Ну, ладно, давайте три. Я вам посажу. Не, я ведь не просто навязываю. Смотрите. Я помидоры садить не буду. А куда яблоки-то? У меня шесть соток. Дело поймите правильно. Значит, это я вам говорю. Вот видите камера? Всем, тысяча людей услышат, увидят это. Первый абрикос должен опылить второй. Потому что песик-тычинка на одном. Разное время плодоносит. Созревает. Теперь второй первый опылил. А его кто опылит? Первый, второй не опылил. Нужен третий. Ну, я согласна. Вот такая, значит, беспорядочная половая жизнь. Это, короче говоря, рядом. Это не репутация? Это не реклама. Это лекция. Я знаю про это. Это тоже там самое с насекомыми. Еще пчелу-то пчетает на четыре. Никакая пчела не поможет, если песик и тычинка созревают в разное время. Ну, а тот, который около меня, вот около, там. То, значит, тот, который мы хотели срубить. Почему? А вы думаете, полетит к вам? Покупай только потверже. Потверже сорта. Вы знаете, как бывает? С одного полведра, со второго десять штук, и с третьего полтора ведра. А другой год, да, получится на каждом саженце, на каждом дереве. Ну, ладно, я пошел, а то у меня сейчас это, скажут тебе советы бесплатные, любой дурак. Почему нет? Наоборот, нам интересно, что вот как это. Да вот это, люди, нормально, вот с вами, давайте нормальным чеком поговорим, можно? Нет, нормально, что вы все не заинтересованы в этом, в коммерции. Нет, нет, ну это вот для себя чисто. Абрикосы малоплодные, потому что у них песик и тычинка созревают в разное время. И рад бы опылить, пыльца пропадает. А если рядом другой есть, пестик этот самый, пыльца переносится на другой. А почему там, а там это самое, пестик созрел, так? А тычинка того, этого, не сможет опылить, ему третий нужен. Ну все, вот у меня это как раз будет третий. Ну все, разобрались. Ну, это, ну, потому что, ну... Разобрались, ладно, не зря я к вас это. Да, и я вот большой... Девчата, кому нужна моя книга? Книга ваша? Да. Мы вас в интернете посмотрим. А, ну все, ну вот я и пролетаю из-за того, что в интернете я есть тысячу раз. Вы электронную книгу можете? А? Электронную книгу. Электронную? Так, а как я вам пришлю? Ну ладно. Я когда буду читать ее? У меня одна продана полностью, полторы тысячи экземпляров. Это вторая. Первая была 10 тысяч экземпляров, продана. И третья, последняя сейчас. Я могу показать, в такой нарядной книге нет больше во всей России. И полезной. Вот, но я это не вам говорю, я говорю это тем, кто меня слушает. Не, ну покажите, мы посмотрим. Не каждый купит. Ну кто из вас самый смелый? Пойдем к дому подойдем. Я автограф еще поставлю. А, кстати, вы ее не купите, 600 рублей стоит. Цену назначал не я. Надежда Алексеевна купит. Цену не я назначал. У нее есть... Не, ну это понятно. Редактор и автор. И там все ваши сорта. А вы ее увидите, вы черкнетесь. Пойдемте посмотрим. Так, а что это яблочко? Сколько у меня черенков таких пропадает? Сейчас Сергей все это выкопает, для вас же, допустим. Все это будет вот здесь отрезано. Вот, тысячи черенков уникальных сортов пойдет в костер. А почему? Потом не берут? А поздно, уже это, сегодня 19 апреля. Заказы прекратились. А, ну а садись бы еще вот мучше, да? Да в этот год холодно. И что, неделю назад в Европе снег шел. Ну понятно. А все равно заказы прекратились. Жалко. Вот, потому что раньше, жалуюсь вам, как коллеги, раньше. Я приезжал с Украины, привозил контрабанды. То есть прятал там, продавщицу подкупал. Ой, проводницу. Вот. Привозил вот такие эти, как их называют. Ну, в общем, веники, большие черенков. И в городе узнают, железов приехал. Железов украинской черенки привез. Толпа. Каждому по черенку и нету веника. Сейчас, вы, наверное, первые приехали. А сейчас уже скоро уже это. Сейчас жара ударит, конец продажи. Даже саженцев. А о том, чтобы сейчас сайногорцы прививали, это такая редкость. Полная произошла именно вот это направление. Даже, можно сказать, деградация. Да понятно. Руки опустили. Ну, вот если вот мы не умеем прививать, может, нам проще, мы приехали, подвели, и все. Смотрите. Видите? Вот это все, это я даже не вам покажу. Это привитые деревья. Они никогда не замерзнут. Груши, яблони, Евразия. Посмотрите, сувениры Востока. Сливы до 100 грамм весом. Это такая роскошь есть только у нас. И больше нигде в России. И все равно, думаете, все продаст? Да. Пойдемте. Это я не вам, это я в камеру говорю. Сейчас я вам покажу книгу. Вот. Может быть, вы не соблазнитесь. Соблазнится кто-то другой. Это же съемка. А вы просто повод для того, чтобы поговорить. Когда-то я 36 лет назад и купил этот домик на сапуху. Так до сих пор это и есть мой коттедж. Другого так и не удалось. Не, у меня сад сожгли промышленный. Полностью. Вот смотрите. Так как это коммерция, это я вам дарю. Вот видите. Всем показываю. Она стоит, если 4, то по 50 рублей. А если одна, то 100. Но это вам подарок. Почему? Потому что вы сейчас соучастник. Вы сейчас как... Ну... В кадре. Поэтому мне стыдно вам ее это... Дарить еще. И на этом зарабатывать 100 рублей. Ага, тут все прямо так хорошо на этом. Ага, скажет, Железов подговорил вас. Не, 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 не. Так, вот это берите в руку. Это подарок, а это стоит 600 рублей. Но оно того стоит. Давайте посмотрим вместе. Давайте посмотрим. Давайте я подержу брошю. Вот это брошюшку посмотреть. Так, вот. Почему только... Это вот так. Вот это посадка смертельная, а это по железу. Не посадка, а прикоп. Вот. Вот это посадка по железу. Никаких ям, которые гниют. А, вот. Все это. А, вот как правильно прививку сделать. Вот эта фотография, да? Нажурские абрикосы, это это. В интернете украли и присвоили десяток этих питомников. Якобы они выращивают. А у них нет ни одного абрикоса. О, особенность морозостойкость корней. Каким образом все это... Так. Ох. В поддержку. А, вот. То есть, куда садить? Нет, нет. Пологие холмы. Угу. Вот. Тоже цепки. А, это вот все. Как бы какие сорта. Вот эта фотография тоже украдена. Полсотни этих сайтов. Выдают за свои. И эти украдены, и эти. Моя Фаина. Вот надо будет купить вам такой саженец. Да. Кто-то пытается. Так. Ну, все, наверное. Давайте так. Съемку мы закончили. Ага. Сейчас отвечу. Все. Друзья, я заканчиваю съемку. Хорошего понемногу. До свидания. Сегодня 20... Ой, сегодня 19 апреля 2001 года. 18 апреля сошел снег. Только сошел снег. Только сошел снег. Теперь сошел снег. Продолжение следует...